У меня на экране монитора размещены прислонно-сдвижные двери для нашего нового пассажирского транспорта. Раньше на наши транспорты устанавливались двери распашного типа, то есть створки выносились наружу, перпендикулярно кузову. Когда мы стали разрабатывать новый пассажирский транспорт, мы тщательно проанализировали все используемые типы дверей и выбрали самый подходящий для нас. Это прислонно-сдвижной тип. Когда двери на небольшое расстояние выносятся наружу и движутся вдоль борта, таким образом они не снимают объем полезного пространства внутри салона и небольшое пространство занимают снаружи. Преимущество того, что мы занимаемся этим самостоятельно, в первую очередь, в том, что на первом этапе мы вкладываем достаточно крупную сумму денег и усилий в разработку, но в последующем мы сможем для каждого нашего транспортного средства по необходимости адаптировать дверь, внести нужные нам изменения достаточно быстро. Это будет гораздо полезнее, это будет в будущем большой экономии, нежели заказывать каждый раз у сторонних разработчиков. Принципиальное отличие именно наших дверей заключается в том, что они предназначены для полностью автоматизированного транспорта. То есть кроме своей прямой функции «открыться-закрыться», эти двери должны дополнительно уметь обнаруживать препятствия, правильно анализировать ситуацию и реагировать на нее, при этом не задерживая трафик. В моих руках сейчас находятся образцы передних защитных кромок, которые мы будем устанавливать в нашу дверную систему. Они представляют собой непосредственно уплотнитель, который служит для обеспечения герметичности салона от попадания влаги и сквозняков, а также дополнительно датчики. Вот эти покрупнее емкостные датчики, они могут обнаруживать препятствия бесконтактно на расстоянии до 8 см перед собой. Рядом датчики поменьше, это так называемые тактильные датчики. Они срабатывают уже непосредственно при нажатии на уплотнитель. Чем это полезно? К примеру, если дверь уже сомкнулась, и между уплотнителей попал тонкий предмет, например, ремешок рюкзака или галстук, бант, он обогнется и не будет обнаружен в первый момент. Но при попытке освобождения, когда мы натягиваем этот предмет, кромки сминаются, и происходит также сработка датчика. Это позволяет предохранить пассажира от волочения транспортом при начале движения. Всего в системе использовано больше десятка датчиков. Это датчики, которые обнаруживают препятствия. В первую очередь, это датчики, расположенные в передних защитных кромках дверных панелей. Датчики, которые контролируют положение створок, они расположены непосредственно в механизме и датчики контроля механических запоров. Они в том числе выполняют функции контроля положения створок. Если возникнет перекос створки, то мы будем знать, вверху или внизу будет несработка датчика. Мы должны видеть всю картину всегда в полном объеме. Мы приняли дополнительные меры безопасности, чтобы оградить пассажира от вреда его жизни и здоровью в условиях наших транспортных структур, нашего транспортного комплекса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова